Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Арсения и Марии. Итак, по итогам первого соревновательного дня пока лидирует Мария, у нее 16 фишек и чуть-чуть меньше фишек у Арсения, у нее целых 14. Итак, ребята, скоро лето, Арсений, скоро лето, а это значит, что вас ждут каникулы, свобода, речка, лес. Скажите, как вы думаете, если вдруг вы собрались бы пойти на природу с ровесниками, без сопровождения родителей или в одиночку, какие опасности вас там могут ожидать на природе без сопровождения родителей? Арсений, как ты думаешь, что такого не очень хорошего может с вами произойти на природе? Арсений, как вы думаете, если там будет какая-нибудь такая деревяшка, и там дерево такое выросло, и его корень, и там деревяшка зарыта, то ты можешь споткнуться и упасть, если там горка будет, ты в горку попадешь, и если там пруд будет, ты в пруд упадешь. Так, такую тебе в голову пришла первая опасность. Так, да, конечно, такой тоже может быть. Мария, а ты как думаешь? Когда ты пойдешь в лес забирать хрибы, может быть полосик, то можно у него наступить и ногу тебя покалечить. Да, Машенька, и ты абсолютно права. Конечно, ребята, без родителей ходить никуда нельзя без взрослых, потому что может случиться все, что угодно. Правильно. Тема нашей сегодняшней программы, ребята, это правильное, а значит, безопасное поведение на природе. У каждого из вас, ребята, есть на ваших стендах картинки. На них изображены ситуации, в которых вы можете оказаться. Где-то они хорошие, где-то не очень. И суть нашего первого конкурса будет заключаться в том, что вам необходимо будет рассказать, правильно ведут себя ребята в данной ситуации, либо нет. Для того, чтобы заработать одну фишку, достаточно просто сказать, правильно или неправильно себя ведут ребята. А если же вы подробнее сможете ответить на... объяснить каждую ситуацию, то вы сможете заработать еще одну фишку. Так что две фишки на кону. Ну, либо одна, если вопрос будет... ответ будет неполным. Итак, ребята, давайте начнем. Пожалуй, подходите каждый к своей доске. Арсений к своей справа, Машенька здесь. Итак, Арсений, Мария, пожалуй, начнем. Кто первым желает? Арсений, как мужчина, молодец. Ну, давай, с какой картиночки ты начнешь объяснять? С этой. Арсений, что ребята делают? Они уходят, а там костер они разжигли и поели. А это плохо. Может загореться все. Что? А если бы они его потухли, то они бы... Потушили? Да. То бы они сделали правильно. А так они все намусорили и огонь остался стоять и может загореть весь лес. Правильно, Арсений, правильно. Ребята поступили неправильно. Мало того, что, как ты говоришь, намусорили, так еще оставили непотушенным костер. Молодец, Арсений. Ответ правильный и ответ очень полный. Поэтому две фишки я кладу в твою коробочку. Умничка. Молодец. Ну, давайте, наверное, будем по очереди, чтобы Машенька не заскучала, пока ты будешь остальное объяснять. Мария, давай начнем с твоей. Какую ты картинку первой? Так, что здесь изображено? Расскажи нам. Это. Они поели. Девочка не хочет убирать. Это. Они намусорили очень много и они захлестнят окружающую среду. Машенька, как ты думаешь, вот смотри, мальчик с лопатой, он пытается, я так понимаю, закопать мусор в яму. Как ты считаешь, это правильно? Нет. Неправильно. А почему? Потому что... А вообще какой-нибудь мусор можно закапывать? Нельзя. Потому что отвозить в город и выкидывать в мусорки. Не, Машенька, можно, знаешь, если вот кушали и что-то осталось, пищевые отходы, их можно закопать. Они никакой вред природе не принесут. А вот как раз таки все остальное, банки, склянки и прочий, бумажный мусор, ни в коем случае нельзя. Потому что, как ты правильно сказала, это загрязнение окружающей природы, это испорченная экология, и все это влияет на наше здоровье. Молодец, Маша, правильно сказала. Умничка. Тебе тоже я кладу две фишки. Арсений, пожалуйста, следующая картинка твоей комментарии. Эта. Так, что здесь мальчишки делают? Рассказывай. Мальчишки хотят разбить банки и оставить их, а надо их прибрать. А то, если другой человек пойдет и на велике покатается там, он, ну, споткнется колесом об это, и оно упадет, и велик упадет, перевернется, и будет травма головы. Правильно, Арсений. А вообще, правильно то, что они их разбивают, эти бутылки? Ты говоришь, что не убирают. А разбивать вообще можно? Нет. Ни в коем случае. Даже элементарно. Кто-то, я знаю, многие любят на природе босиком побегать. Босиком побегать. А ногу поранишь, и все. Тоже непоправимая такая травма. Да. Я уже на пляже был, еще и палец повредил. Ну вот, и даже на себе это испытал, насколько это вредно. Правильно, Арсений. Я надеюсь, ребята, что вы никогда в жизни так поступать не будете. Правильно? Вы же дети культурные. Правильно. Молодец, Арсений. Две фишечки в твоей коробочке. Машенька, ну давай следующую картинку. Ты объясняй. Здесь что у нас, ребятки, делают? Нельзя забирать мухомора, потому что ты можешь отравиться, и кто будет с тобой есть, он тоже может отравиться. Молодец. Мухомор – это несъедобный гриб. И можно только полюбоваться. А кушать ни в коем случае. Молодец, Маша. Арсений, ну и твоя последняя картинка. Комментируй. Мальчик отдыхает, он ничего не делает. Просто лежит под деревом, балдеет и слушает музыку. А девочка зовет на родителей. То есть, судя по всему, ребята, дети эти заблудились, наверное, да? И девочка, как ты правильно говоришь, зовет на помощь, как и нужно делать. Ау в лесу кричать, зовать на помощь. А мальчик… Отдыхает. Еще и громко включил. Видишь, нотки такие идут от магнитофона. Это значит, что очень громко музыка играет. Арсений, молодец. Правильно ты все объяснил. Две фишки твои. Ну и последняя картинка на сегодня. От тебя, Мария, комментарии. Слушай. А тут нельзя срывать малину, клубнику. Это, наверное… Нет, ты знаешь, нет, не клубника. Что еще в лесу у нас красивые ягодки такие похожие на клубничку растут? Как они называются? Маленькие такие? Земляничка. Земляничка, да. Это как раз у земляника. Это… Ее нельзя… А девочка хочет съесть. Ее… А нужно ее помыть. Так, это правильно. Но что самое главное, Мария? Посмотри, пожалуйста, вот девочка что держит. И что самое главное там? И мальчик, посмотри, грибы держит. Какие грибы? Что у них там? Арсений, только ты пока молчи. Грибы как? Он ножичком аккуратненько срезал? Нет, он их оторвал. С корнем вырвал грибы, да? А кустики, посмотри, земляника. Как девочка вырвала? Вернее, вырвала. Вообще можно вырывать кусты с земляникой? Можно? Нет. Ни в коем случае, конечно, Мария, нельзя. Вот представь, урожая больше не будет, потому что все с корнем удаленут. Что касается грибов, то и ягод. Правильно, Машенька, ни в коем случае нельзя вырывать ничего с корнями в лесу. И снова две фишки в твою коробочку. Молодцы, ребята. Присаживайтесь. Очень я довольна вашими ответами. Итак, у каждого у вас в копилочке уже есть по шесть фишек. Это очень хорошее начало нашей второй передачи. Ребята, у меня для вас тут припасено еще две картинки. Посмотрите, пожалуйста, на них внимательно и скажите, что на них изображено. Здесь ракета. Нет, Арсений, это не ракета. Машенька, у тебя есть варианты ответа? Это бомба. Бомба, ребята. А вот это что, как вы думаете? А это Мина. Мина и бомба, ребята. Я предлагаю на эту тему поговорить с нашей вчерашней знакомой, тетей Машей. Познакомились мы с ней вчера, помните? Да. Тогда давайте с ней снова сегодня встречимся, она нам очень много интересного расскажет. Ребята, привет! Здравствуйте! Здрасте! Я очень рада нашей новой встрече. Не так давно мы отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Эхо тех дней доносится до нас и по сей день. Ежегодно люди находят множество снарядов и мин того времени. Ребята, все эти предметы представляют огромную опасность. Запомните, обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину или гранату, не приближайтесь к нему. Отметьте место, в котором находитесь, частью своей одежды и отойдите на приличное расстояние. А еще зовите на помощь. Любой, кто окажется рядом, сможет вызвать спасателей. Если же взрослых поблизости не оказалось и есть телефон, позвоните спасателям по номерам 101 или 112. Расскажите диспетчеру о находке. Будьте готовы назвать место его обнаружения, фамилию и номер телефона, с которого звоните. Дожидайтесь приезда экстренных служб в безопасном месте. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы! Ребята, наш второй конкурсный день подходит к своему завершению. Но, как вы уже знаете, конечно же, у меня после встречи с тетей Машей еще одно испытание для вас есть. И суть его такова. Я читаю высказывание, а вы с ним либо соглашаетесь, либо нет. Если согласны, поднимайте по традиции зеленую, если не согласны, красную карточку. Ясно? Да. Тогда слушаем первое высказывание, первое утверждение. Если вы нашли подозрительный предмет, надо звонить по номеру, по телефону 112. Арсений прав. Арсений ответил быстро. Арсений получает две фишки. Машенька, да, это действительно правильный номер. 112. 112. Если ты нашла подозрительный предмет, знай, что нужно звонить по номеру 112. Запомни. Второе утверждение. Подозрительный предмет можно брать в руки. Машенька. Ответила правильно, но не подсматривай, думай сама. Так лучше запомнишь. За правильный ответ кладу фишку, а за правильный ответ и за скорость Арсению две. Молодец. Молодец, Арсений, держи. Следующее высказывание. Третье. К подозрительному предмету, похожему на мину, нельзя приближаться. Ой. Нельзя, Машенька, конечно нельзя. Арсений получает у нас только здесь две. За скорость и за правильный ответ. И последнее. Маша, будь внимательна. Подозрительный предмет надо быстро закопать в землю. Так. Ответили правильно. В принципе, ответили одновременно. Просто Арсений первый раз реагировал быстро, но, наверное, перепутал карточки. А второй раз правильно. И одновременно. Поэтому, ну, я думаю, наверное, каждому из вас можно по две фишки дать. Время наше сегодня истекло. Все фишки, которые можно было заработать, заработали. Давайте посчитаем, сколько удалось заработать сегодня. Я 13. Так, у Арсения 13. Мария, у тебя? У меня 12. 12. Итого. В прошлый раз у Марии было 16, сейчас 12. Итого 28. У Арсения было 14, сегодня 13. 27. Всего лишь одна фишка вас разделяет. Ребята, половина пути пройдена. Две игры мы с вами уже сыграли. Осталось две. Так что соберитесь и поборемся еще более активно за победу. До свидания, ребята. До встречи в стране безопасности. Всем пока-пока-пока. Пока-пока.